Другим новостям. Новое кровавое преступление, которое потрясло Америку. В штате Орегон вооруженный мужчина ворвался в колледж и расстрелял 10 человек. Еще семеро были ранены. Известно, что свое преступление он тщательно планировал. Более того, убивал стрелок не всех подряд. Орегонская трагедия вынудила президента Обаму констатировать печальный факт. Противопоставить волне насилия властям нечего. Репортаж Жанны Агалаковой. Очевидцам сначала показалось, что кто-то в шутку запустил фейерверк. Учебный год в университете Амка только что начался. Но все оказалось вовсе не шуткой. Молодой человек, вооруженный тремя пистолетами и винтовкой, ворвался в один из корпусов, где уже шли занятия. Он спрашивал одного за другим, какую религию тот исповедует. Ты христианин? Спрашивает. Ты христианин? Это очень хорошо. Давай, вставай. Через секунду ты увидишь своего бога. И потом он стрелял. И так он последовательно допрашивал каждого. 20 карет скорой помощи, 75 полицейских патрулей. Все силы и средства, которыми располагает округ Дуглас, были брошены на место происшествия. Но обезвредил убийцу преподаватель физкультуры, бывший военный. Он сам получил от преступника пять пуль, чудом выжил. Но, как говорят врачи, ему придется заново учиться ходить. Стрелявшим оказался 26-летний Крис Харпер Мерсер, местный житель, имеющий двойное американо-британское гражданство. На своей страничке в соцсетях он публиковал снимки боевиков ирландской республиканской армии и хвалился, что скоро о нем заговорят в новостях. Среди вас есть неплохие ребята. Не ходите завтра в школу, если вы на Северо-Западе. Обновление появится завтра утром. Сиэтл или Портленд? Я буду смотреть новости. Сделай это! Кое-кто даже давал совет, какое оружие с собой взять. И только один собеседник попытался отговорить. Шериф округа отказался произносить имя убийцы вслух. Я не доставлю ему этой чести, на которую он, возможно, надеялся перед тем, как совершить этот ужасный и коварный акт. Пресса скоро узнает его имя, но от меня вы его никогда не услышите. Соседи отзываются о Харпере Мерсере как о неприятном, нелюдимом типе. Его близкие дают противоречивые описания. Он все делал для других. Всегда хотел, чтобы все были счастливы. У него были проблемы с головой. Он легко раздражался и принимал лекарства от этого. За последние три года в учебных заведениях США оружие применяли 142 раза. То есть в среднем одна перестрелка в неделю. Барак Обама выступил с заявлением. Таким раздраженным и бессильным президента еще не видели. Мы единственная развитая страна, где массовые убийства происходят регулярно. Раз в несколько месяцев. В начале года я говорил, что мы единственная нация, у которой, несмотря на массовые убийства, нет отвечающего здравому смыслу закона о продаже оружия. И в тот же день случилась стрельба в кинотеатре Ла Файет в Луизиане. В тот же день. Каким-то образом это стало рутиной. Новости о подобных перестрелках – рутина. Мои заявления по этому поводу – рутина. Мы стали безразличными. Полиция установила, что перед тем, как устроить бойню, убийца скачал документальный фильм о трагедии в начальной школе Сэнди Хук, где три года назад 20-летний Адам Ланцер расстрелял 28 человек, в основном малышей. В штате Орегон, где традиционно к оружию относятся весьма либерально, только пару месяцев назад удалось продавить новые правила продажи. Прежде пистолет или винтовку мог свободно купить любой. Теперь в лицензированном магазине могут потребовать медицинскую справку. Но при продаже из рук в руки по-прежнему никаких документов не спросят. Интересно, что за это послабление выступал в том числе и шериф округа Дуглас, где произошла трагедия Джон Ханлин, тот самый, который отказался публично произнести имя очередного стрелка-убийцы. Жанна Агалакова, Борис Леонов, Евгений Завадский, Первый канал, США.